Всем привет! Добро пожаловать в новое видео, добро пожаловать в новый влог! Ребята, сегодня приглашаем вас провести вместе с нами денечек. Калининградские будни выходного дня. Суббота. Барбосия. Барбосия, сидеть. Выздоровела почти? Да, она у нас немножко тут приболела животом, но все, все уже прошло. Подлечили, залечили. У Алисы бургеры. Смотрите, просто с соленым огурцом. У меня без соленого огурца, я не хочу соленого. У меня будет со свежим огурцом. И котлетки. Капец, с них там, конечно, течет. На самом деле, вот кажется, что это масло, но это не масло даже. Какая-то жиркис. Вот, сейчас будем есть бургеры. Сейчас покажу велик, который так и не показывал, но он выйдет отдельным видосом. Этот велосипедрус. Ну, как всегда, понятно, да? Сразу ясно, что я на нем каждый день катаюсь. Особенно перчатки какие-то. Ну и все. Ну, погода расскажи. Погода такая, что хотели прокатиться с утра, но там дождь начался, а сейчас плитка уже подсохла. В принципе, можно. И мы это... Ну, просто не было дождя. Да, столько не было дождя и ничего не снимало, как только захотел снять. Все, пошел дождь. Но просто дело в том, что... Короче, узнаете со следующего видоса или с предыдущего про велосипед. Я думаю, там все расскажу. Это немецкий велик, ГДРовский. Вот. Примерно ровесник мой. Может, чуть-чуть помладше, может, чуть-чуть постарше. Вот такие дела. Так что подробности будут в видосике у Алисы Рассада. Это брюссельская капуста. Да. Это белая капуста. Мое рабочее место. Кстати, Алис, а батарейки там принимают? Да. Отлично. Сегодня увезем батарейки. А то уже накопилось дофига. Вот у нас еще одна Рассада. Здесь просто помидорные джунгли. Джунгли зовут. Да, вот там что у тебя такое? Кейл, который гороши потоптало, но я выходила. Да, видите, когда Тёма приезжал, у нас тут случилась история, что вот тут вот стоял поддон, вот этот вот. Да. И гороши, короче, стол еще стоял, и гороши залезли, все сгрызли, растоптало. И вот, да. А это? Это брокколи. А это салат. А это небо серое. Вот это салат. Вот так вот. Конечно, надо было, наверное, в землю садить, но, короче, вот так. Самое удивительное, что еще есть, это вот... Это крапива. Сушится крапива из леса, чтобы ее потом попить. Кто пил крапиву, то знает, что это вкусно. Будем смотреть передачу про Кронштадт на канале каком-то. И есть бургеры. Вот у Алисы он, конечно, покрасивее выглядит, потому что, во-первых, он не вверх тормашками, как мой. А во-вторых, еще запах соленых огурцов очень-очень манит. Горош, скоро и твоя еда будет готова. Жди! Сейчас мы поедим, наденем кроссовки, вытащим велосипед. Алиса вообще на нем еще ни разу не каталась, поэтому у Алисы будет покатушечка, а у меня будет поснимушечка. Сниму отдельный видосик. Ну, что-то во влог тоже, наверное, попадет, какая-нибудь прокаточка. Но я хочу почему-то, не знаю почему, но хочется отдельно про него записать. Вот, так что так и сделаю. Опустил сиденье специально для Алиски, максимально низко. Ну, а передачу про велосипед смотрите на Дзене. Ссылка в описании. Это отдельный какой-то уникальный видосик. Карета подана. Смотри, передние тормоза не нажимать, они не работают. Ну, я их не затягивал. А что работает? Работает как по старинке, у тебя же была кама. Назад. Назад, да, крутишь назад, кидай. В карман. Если что, кого-то увидишь в немецкий ГДРовский звонок, извини. Это самое низкое. Ну, рамы не для тебя просто. Я, по-моему, не долго. Давай, давай. В машину не уйдеть, главное. Это ты трясешься. Ну, управляемость у него, как у лимузина. Отправил Алису вокруг дома. Сейчас посмотрим. Прокатится. Расскажет свои впечатления. И впечатления уже здесь будут. А мои отдельным видосом пойдут. А что делать, ребят? На Яндексе есть монетизация. Хоть что-то, хоть за интернет заплатить. Почему бы и нет? Я думаю, что вам тоже несложно будет перейти и посмотреть на Дзене. Да и вообще, посматривать на Дзене влоги. Это хорошо. Там качество сейчас хорошее, все там хорошо. Встречаем велосипедиста. Я, если честно, думал, не дай бог где-нибудь там упало. Как оно? Хочется на асфальт либо коситься. Ну, пошли. Один и посматривай. Вон там, где трасса. Блин, короче, он очень огромный. Да. Он очень высокий. Неповоротливый. Я думаю, это еще из-за руля, из-за вот этого выноса назад и то, что ты как на чопере. Ну, сидеть, да. Во-первых, здесь рессоры, вот эти вот старые, амортизаторы такие мощные. И сама сидушка широкая. Ну, что-нибудь не дают, удобно. И руль, и шкаф, ты ерешь ровно. Ну, городской такой, да. Да, шеи не болят сразу. И открываются. Все, накатался, наснимался, Алиса покаталась, все это видели. Ссылка в описании на дзен. Переходите. Интересующиеся велосипедом. Да там не только про велосипедов. В целом, как бы, про покатушки. Я же тоже не этот, не какой-то там профессионал велосипедист. Велосипедист. Просто для себя, так сказать, двухколесный друг за пивом кататься. Ну, на самом деле, выводы про этот велик как раз там и смотрите, и ищите. Мы по традиции снимаем влог тогда, когда сдаем мусор. Так получается. Вот. Ну, у нас поднакопился пластик, стекло. Да там много всего вообще, очень много. Мы утром бывали, и у нас просто два огромных балкона есть, где хранить. Да. Ну, вот. Так что все вообще. Ну, там бумага у нас все есть. И батарейки. Ну, батарейки я вам показывал, да. Первый раз батарейки сейчас здесь скинем. Так что это уже все-таки в какую-то привычку вошло. Ну, то есть не напрягаясь, спокойно всегда мы сразу... Ну, то есть знаем, что не надо выбрасывать в урну. Ну, то есть всегда пластик этот на балкон убрал, там в тазик или в пакет куда-то. Жесть. Да, ну, жестянки все. Алюминий. Я думаю, это хорошая привычка. Мы уже, кстати, подъезжаем к... Как он? Зеленый код? Да, зеленый код. Сейчас узнаем, можно ли сдать аккумулятор от... Квадрокоптера, да. Квадрокоптер, да, старый аккумулятор. Сейчас попробуем. Да. Так вот все это происходит. Сюда всякие бутылочки скидываем, а сюда банки. Все, идем сдавать. А, у меня я сейчас подниму. Бутылочка! Четко, ветер сильный. Ну, короче, сдали все, что хотели, и вбрыз еще и аккумулятор. Все, еще и Алиса щетку какую-то массажную деревянную. Ветер, блин, не знаю, слышно? Нет. Тут для музея можно много чего сдавать. Всякие игрушки старые, манекены, какие-то там щетки. Что-нибудь из этого сделают. Да, да, да. Все, поехали в Светлогорск. Шоколадная паста. Да. Спаровская, очень вкусная. Хазулнат. 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 Из хазулната ее прям привезли. Короче, выпили мы цинк дома, а я цинк плохо переношу. Меня затошнило, и поэтому нужно что-то съесть жирное. А я за компанией просто. Мне даже не дочь хочется. Вкусный бенок. Вкусная паста. Единственное, что горошки сидит. Клешит. Смотрит. Смотрит. А потом должны будут привезти холодильник. Нужно будет тоже его затащить. А вообще они к нам переедут. На несколько дней, потому что в дом пока еще рано. Чуть-чуть. Чуть-чуть рано. А из квартиры уже пора выезжать. Типа выгоняют. Тут подготовка к газону. Ну, точнее, уже выращивание газона, да. На огороде. Волнами. Ну, пока вот так вот. Так и живем. Доели батон. Кофе пьем. Собака что-то бухтит. Собака не бухтит. Мы приехали к озеру. Тихое озеро, да, по-моему, называется. Вот, Светлогорск. Сейчас пойдем прогуляемся. Кружок пойдем? А? Кружок. Ну, да, да, да. Кружок. На качельках покачаемся. Может быть, путь свободный. Вот. А так сегодня есть в планах стрим устроить. Если не сильно поздно вернемся. Сколько вообще? Да уже без 27. Уже поздно. Уже поздно. Ну, мы и не позднее начинали, в принципе, бывало. Вот. Есть даже немножко напитков тут в сеточке для стрима. На литовских. Ну, у кого литовские, у кого не литовские. Вот. Вообще какое-то состояние такое. Что-то раз, вот в один момент силы покинули. Прям это хочется, хочется в теплую ванну залезть. На, грецкого капучино. Я вообще с греческого капучино выпил. Греческий капучино, это как-то не звучит. Это холодный. Да, фраппе. Фраппе. Мы шли мы, наконец-то, эту кофейню, вот эту, station, кофе station. Просто она там оказалась прям внутри, внутри здания, прям... Без окна. Да, маленький закуточек. Но цены, блин, на кофе вообще такие маленькие. Очень интересно, конечно. Вообще странно, почему здесь так? Может быть, не здесь, я говорю, а вдруг это реально сейчас просто... Ну, не знаю, мы там в Крайсе тоже, например, такие же цены там в Москве, в Питере. Кто знает, может, рынок перенасытился? Не, оно логично, что оно не должно быть сильно дорого. Ну, нет себестоимости там еще. Да, но когда мы сюда переехали, мы сразу это увидели, что, блин, значительно дешевле. Короче, это был небольшой капучино, маленький, типа, ну, сколько там, 250 миллилитров точно было? Да, на грецком. На грецком орехе. 150 рублей. 150 рублей. 90 рублей эспрессо, 90 рублей американо. 40 рублей растительное молоко. Таких цен 40 рублей. Везде либо 50, либо 80. Ну, такое. Пишите в комментах, что там думаете по этому поводу. Вот она на камеру сразу, как медленно пошла, аккуратно. Вот оно, озеро, озеро Озерцо. Здесь уже запустили катамараны. Лодочки вон там, лодочная станция. Вот. И здесь только что работал фонтан, когда мы проезжали. Но когда подъехали, к сожалению, он уже все, он прямо из середины озера фигачит. Ну, и вот так вот. Мастушечки. И вот это вот, как его назвать? Канатная дорога? Нет? Или что? Ну, да, наверное. Ну, блин. Ну, мы поняли. Короче, лазишь-лазишь, преодолеешь препятствия. А потом, раньше был трос. А, он вон там, он дальше. Во. Вот этот трос. То есть, это вообще отдельно оказывается. Блин, а я думаю, это вместе. Хочешь туда выйти? Да, можем. Смотри, а эта штука может оторваться, и мы как на льдине уплывем. Испугалась? Да. Я просто шагнул. Ну, да специально. Да я не специально. Горош, ты вообще ничего не боишься бы? Да, она свалится. Конечно. Что, скупнуться хочешь? Ну, иди сюда, я уберу тебя. У меня что, там палка застряла? Да, давай уберу. У тебя палка в груди, Горош. Красота. Пейзажик. Пейзаж. Пейзаж. Просто Горош показал шишку, она сама взяла и начала играть. Вот это идеальная собака, конечно. Сама себя развлекает. Она и дома так же, она сама играет. О, она выколупала на одну просто туда. Или главным ее. Все, чилит. Чил с шишкой. Ребята, мы дома, у нас тут веселая веселуха приключилась. Мы зашли домой и закрыли на два замка. Верхний замок, тот, который открывается ключом с той стороны. Самый нижний замок тоже ключом открывается. Вот этот, типа, так называемый ночничок. Это запор, который закрывается только с внутренней стороны. И у нас такая ситуация, что он закрылся и теперь прокручивается и не открывается. Мы, типа, заперты. Короче, сейчас буду как-то его разбирать, смотреть. Что я смогу сделать с этой стороны, я не знаю. А с той стороны там вообще ничего нет. А ничего нет. Ну что-то, значит, с этой стороны можно сделать. Ну, короче, сейчас поехали. Приключения начались. Хорошо, что пиво взяли. Было бы обидно, если бы сейчас мы были заперты, а пиво было в магазине, а не в холодильнике. Второй этаж. А я мигом. А ты что смотришь? Это все ты. Мне нужен вот такой вот шестигранник, но меньше. У меня есть меньше, но слишком маленький, блин. Нужен чуть больше, чем тот, который есть, и меньше, чем вот этот. Чтобы вставить и снять хотя бы ручку, все это разобрать и посмотреть, что там я могу. Ну, блин, сейчас буду искать. Может, все-таки найду. У меня такой икеевский набор. Такой. Икеевский набор такой. У них одинаковые, блин, эти насадки. Окей, а у меня в руке. Вот. И есть... А, есть еще одна штука. Есть у меня еще набор вот таких вот, но, блин, черт возьми, тоже ничего не подходит. Это все... Короче, это я в Мэтр купил. Вот такая вот ручка. Блин, сейчас. Вот такая ручка, в которой куча вот таких битков. Но ничего не подходит. Гороша. Да, хватит жопу нюхать. Иди помогай мне. Помогать будешь? Как мы из дома выйдем-то? Ты бы посерила, то тебе повезло еще. А если бы ты не посерила? Что бы ты делала? С балкона тебя спускали? На веревочке. В корзинку посадили бы, раз, спустили бы вниз. И все. Ладно, шутки шутками, но надо что-то делать. Ну, с первой задачей, с первым препятствием я, кажется, справился. Потому что в этот шестигранник влезла простая отвертка, так сказать, на минус. Сейчас я ее благополучно выкручу, эту штуку, и сниму ручку. Но что меня ждет дальше, я не знаю. Я замочки-то никогда не разбирал. Поэтому, черт возьми, я не знаю, что там будет. Ну, странный фермер. Потому что ничего не получается. Короче, ребята, у меня получилось. Но суть в том, что я открыл замок, ну, как бы потянул на себя, чтобы язычок был более свободный. И тогда вот этим легким каким-то цеплянием получилось. Больше мы, короче, на него не закрываем. Давай скотчем, заклеим, чтобы точно не забыли. Да, потому что... Ну, иди. Все. О. Блин, мне теперь нужно его закрыть. Фак. О, все. Спасибо, хорошие, ты мне все помогла. Давай Петюньку. Петюньку давай. Давай Петюню. Петюню. Я все устрою, а потом поговорим. Удачи. Смотрели мы, значит, турецкий сериал. Допили сидр, допили пиво. Ну, в смысле, у меня было пиво, у Алисы сидр. И мы сидим такие... Че-то похрустеть хотелось. Че-то так похрустеть... И ничего не было. Семечки только были. Мы погрызли, семечки выпили. Так-то мы даже не ужинали. Да, мы так-то и даже... Ну, кстати, да. Блин. Горох остался, надо в холодильник убрать. Да. Короче, мы решили пойти до пивнухи. И взять литр пива какого-нибудь на разлив. Вот. И досмотреть еще турецкий сериал. Время еще детское, поэтому... Ну, магазины уже закрыты. Кстати, кто не в курсе, в Калининградской области до 9-ти алкоголь продают. Да. Вот. Поэтому нужно идти именно в какую-то пивнушечку. Где... А благо мы в таком районе живем. Смотрите, какая красота. Небо какое. Вау. Обалдеть. Я сразу, когда такое небо смотрю, вспоминаю мультик «Черный плащ». Не знаю, почему у меня ассоциация с черным плащом. Черный плащ. И продолжаем постучить в мою дверь. 31-я серия. Вроде не хотели, но пофиг будем смотреть. Потому что можно ни о чем не думать, разговаривать и форум еще что-нибудь делать. Кучу вообще. Не, на самом деле очень легкий сериал. Уже второй легкий сериал. Первый был про Азгюр... Азгюр Бэй. Мистер Ошибка. Мистер Ошибка. Мистер Ошибка. Очень классный сериал. Очень похожий сюжет на «Постучись в мою дверь». Только здесь 160 серий. А там было 40, что ли, по-моему. Да, это пугает. Это мы еще будем смотреть, не знаю, где досматривать. Вы увидимся с нами в следующем видео. Оставайтесь вместе с нами. Жмите большие пальцы вверх. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Там у нас есть монетизация. Это нам как бы поможет. Пока.